...экономическое телевидение, и нас волнует прежде всего развитие экономической ситуации сейчас в Грузии. Потому что многие из-за рубежа, в том числе из России, не понимают, что происходит в Грузии с ее экономикой. Закрытие телеканалов, аресты министров. Что это? И как вы расцениваете такие шаги в действующем правительстве? В первую очередь, к сожалению, надо констатировать, что нам тоже очень трудно понять, к чему стремится новое правительство. Изначально было понятно, что исполнить обещания, которые они давали в предвыборной гонке, невозможно, просто физически. И я думаю, что в первую очередь они столкнулись именно с этим, с невозможностью исполнить собственные обещания. И поэтому, как-то, видимо, они были не подготовлены все-таки к получению вот таких властных полномочий. И сейчас, как бы, в этом цейтноте они просто целиком перехали на рельсы, как бы, на репрессии. И, как бы, хотят заменить этим или хотя бы оттянуть время исполнения своих обещаний. Но, с другой стороны, конечно, опять же, вот эти репрессии, они, конечно, сбивают Грузию в первую очередь с правильного экономического пути, потому что, конечно, инвестиции практически сейчас остановлены. Конечно, те ниженые обороты в самой стране очень снижены. И, конечно, те показатели роста экономического за последние два месяца даже успели очень сильно упасть. И поэтому очень трудно сейчас прогнозировать, как может новая власть выйти из этой очень тяжелой реально ситуации. И, опять же, как-то непонятная во многом конфликтная ситуация со всеми соседями. Очень непонятные высказывания и какие-то шаги по отношению к тому, к той же Турции в первую очередь, к тому же Азербайджану. Совершенно неправильная позиция уже несколько раз по отношению к Израилю. И к России, я думаю, что тот же наезд на Теласи, Твилийскую систему подачи энергии, которая владеет РАОЭС, тоже абсолютно некорректная и как бы из пальцев высосанная ситуация. Поэтому это все как бы угладить и загладить эти углы будет очень трудно. На самом деле мы еще надеемся, что это удастся сделать. И мы, как оппозиция, абсолютно как бы предлагаем свое сотрудничество в этом плане властным структурам. Потому что, конечно, в первую очередь нам очень важно, чтобы Грузия окончательно не сошла с рельсом нормального экономического развития. Господин Иванишвили заявил в 18-го на пресс-конференции с иностранными журналистами, что не за горами его встречи с Владимиром Путиным, что с Россией будут налаживаться отношения всеми возможными способами. При этом он сказал, что визы, которые остаются со стороны российского государства, это большое препятствие к развитию отношений. На ваш взгляд, что еще Грузия должна сделать, чтобы Россия ответные шаги тоже приняла и отменила визы, какие-то другие препоны, которые сейчас поставлены? На самом деле мы никогда не пропускали шанс наладить какой-то диалог с российской властью, найти какие-то встреченные движения. Пойти на какие-то взаимоуступки. И не мы вводили визы, это российская сторона в одностороннем режиме. Мы с другой стороны в одностороннем режиме упразднили со своей стороны визовый режим. И то же самое экономическое эмбарго, это была российская инициатива. И, к сожалению, всегда российская сторона, как условия, главные условия начала вообще какого-либо диалога, ставит абсолютно непременимыми для грузинской государственности вопросами. Например, сейчас очень часто звучит на всех уровнях российских, что Грузия должна принять новую реальность и принять как независимое государство Осетию и Абхазию. Конечно, с таким условием я уверен, что и новая власть не сможет двинуть камень с места. Это абсолютно неприемлемо. С другой стороны, новая власть говорит о том, что нужно обойти этот вопрос и двигаться только в экономическом направлении. Ну, бог им помощь, как говорится, но мы очень сомневаемся, что это получится. И то же самое на пространстве СНГ есть как бы примеры, и они тоже очень неутещающие. Например, то же самое эмбарго с молдовских, насколько я знаю, уже где-то года два уже как сняли, но это не помогло абсолютно продвижению молдовской продукции на российский рынок. То есть там уже другие бюрократические барьеры, перепоны всякие, и поэтому очень трудно продвигаться на этом рынке, и поэтому я совершенно не уверен, что есть большая перспектива для того же увеличения товарооборота, например. А с другой стороны, так перестраиваться на российский рынок и забывать о тех рынках, которые для нас открылись в последние годы, это тоже дает очень плохие результаты. Вот, например, сейчас сезон мандарину, и знаете, и практически если на месте сдавали крестьяне мандарины в прошлом году за 53, а те три в этом году они сдают за 20, и еще там какая-то часть уходит на транспортировку и так далее. И то есть есть случаи, когда весь урожай просто закапывает землю, потому что невыгодно его продавать. Поэтому надо быть, наверное, гораздо более сполансированной политикой насчет этого иметь. Вот так разом обещать, что вот сейчас откроется другой рынок, и забудьте про те, которые были у вас до сих пор. Вот это вызывает вот такие последствия, поэтому все надо делать постепенно. Конечно, про те же там, например, грузинские вина, да, и у нас был всегда разговор на эту тему. А просто то, что предлагала российская сторона, было неприемлемо элементарно. Ну, например, был разговор о том, что, чтобы наполнить российский рынок, нужно 80 миллионов бутылок разом поставить. Это же невозможно, то есть грузия разом может поставить, наверное, 4-5 миллионов бутылок. А если согласиться на такое условие, это же однозначно значит, что рынок наполнится на самом деле фальсификацией, и это собьет и цены, и качество, это уже вытянуть будет невозможно. Поэтому мы предлагали сделать какой-то осмысленный график постепенно, как мы можем наполнить рынок, но не так вот разом. Поэтому тут нужно более, как бы, более такой утонченный подход нужен, особенно из-за того, что российский рынок все-таки он тяжелый, конечно, и он полон, вот еще раз скажу, бюрократических барьеров, коррупции и так далее, и поэтому его осваивать это очень тяжелая вещь. Сейчас грузинская винная индустрия очень сильно снизила производство, да, и потери чуть не в два раза уменьшилась в производстве за закрытие российского рынка, или осваиваются другие сырки? Знаете, вот так, конечно, в первые месяцы тогда был очень резкий спад, но, с другой стороны, это очень сильно, в лучшую сторону, повлияло на качество. Количество резко уменьшилось, качество резко поднялось. Сейчас можно говорить о том, что качество грузинских вин очень хорошее на сегодняшний момент, и есть, конечно, новые рынки, европейские рынки, где грузинское вино медленно, может быть, оно продвигается все-таки. Опять же, резкое открытие, наверное, в том же формате, в котором это существовало до эмбарго, а рынка для грузинских вин, я уверен, что оно опять соберет качество обязательно, хотя вырастет количество. Так что тут нужен сбалансированный подход, тут нужен взаимоконтроль обязательно, не только со стороны Онищенко, но и со стороны грузинских органов тоже. для того, чтобы то, что мы добились со временем, со временем введения эмбарго, то есть высокое качество, оно опять не потерялось. И потом все вот эти административные препоны, все эти хирургические закрытия рынков, они, как Вы говорите, очень плохо влияют, а те же самые мандаринов, вы говорите, закапывают их в Абхазии, сейчас закапывают, какие потери? В Аджарии, в Гурии, например. Потери, ну это, знаете, для каждой семьи торгующие, например, цитрусами. Это же основной доход на весь год потом. И поэтому потери, конечно, очень серьезные. И вот опять же, нестабильность российского рынка. Это очень, ну, например, боржом, боржом, хотя это частная компания, но можно понять то, что они не хотят вот так просто заходить на российский рынок. Просто из-за того, что им сказали, что можно заходить. Потому что это очень, как бы, серьезно развитая структура, европейская развитая уже структура. Поэтому идти на авось, это для них совершенно невыгодно. То есть им нужны гарантии, им нужна стабильность, им нужны хорошие условия. Так просто, я думаю, что и боржом не зайдет на российский рынок. То есть даже если откроют, то... Поэтому я, насколько знаю, были разговоры о том, чтобы они могли уже зайти. Но опять же, из-за отсутствия каких-то понятных гарантий, из-за отсутствия стабильности, им, может быть, этот рынок невыгоден. Они же не работают на один раз. То есть на один раз это, конечно, очень выгодный рынок. Но когда это все запускаешь, да, когда это серьезная, разветвленная компания, а одно нестабильное движение рынка в России может испортить им весь свой бизнес. Поэтому, конечно, они подходят к этому осторожнему. И я бы сказал, что вот этот частный пример может быть даже для начального правительства примером. Потому что нужна осторожность, когда речь идет о российском рынке. В тот 2006 год, по-моему, когда закрыто для Башоми, для Вина, какие потери составились? Все, что уже было поставлено, это было либо уничтожено, либо... То есть деньги свои не вернул производитель? Деньги не вернули. Ну, насколько я знаю, я знаю некоторых частных производителей, да, например, того же виноводочной продукции, коньяка и так далее. То есть они еще долго ходили в Россию по судам, но деньги так и остались в России, они не смогли вернуть. Поэтому после этого, конечно, все они подходят к этой ситуации гораздо более осторожно. То есть нет того вот общего ликования, на что уповали новые власти, что вот рынок откроется и все будет хорошо. А все уже один раз обожглись на этом рынке, и поэтому, конечно, все подходят к этому с полицейской осторожностью. С другой стороны, конечно, однозначно, совершенно, что открытие российского рынка для всей продукции грузинской, это, конечно, только плюс. И, конечно, человек должен быть сумасшедшим, чтобы говорить о том, что мы этого не хотим. Хотим, конечно, но хотим в каком-то упорядоченном виде, с гарантиями, со стабильностью и не надеясь как бы на волю одного человека, который может это открывать и закрывать, когда это им заблагорассудится. Россия стала, кстати, в последнюю очередь с руки Грузии членом ВТО. И она должна соблюдать, наверное, те законы, которые и существуют в ВТО. Это и есть гарантия, другой гарантии, я думаю, тут не придумаешь. Хотя, с гораздо более большими странами, мы видим, что есть уже нарушение этих правил игры. То есть самое с мясом из США. Нельзя это все время как-то присобачивать, извините за это слово, к политике. И, например, из-за списка Магнитского там нарушать правила игры ВТО, не выпускать мяса или что-то такое. То есть когда мы увидим, что это происходит, конечно, для маленькой страны, как Грузия, это будет иметь гораздо более серьезные последствия, чем для Соединенных Штатов Америки, например. Вот вы упомянули закон Магнитского, и все сейчас говорят об ответном законе, который российский парламент принял в первом чтении по запрете усыновления детей иностранцами. В Грузии такой проблемы не существует, насколько мы знаем. Буквально одного-двух детей в этом году усыновили иностранцы. Как бы вы прокомментировали эту ситуацию с запретом на вывоз сирот в приемной семье из России? Я бы сказал так, что тут чистая инстинувация в том плане, что как будто исходя из интересов российского государства, ущемляются права граждан этого государства, потому что это очень больно тем людям, у которых единственный шанс спасти своих детей, это и есть вот такое усыновление. И поэтому слишком цинично, я думаю, принимать такой закон в пику, например, американцам, которые приняли закон Магнитского, за счет трагедии своих собственных граждан. Поэтому я думаю, что тут все понятно. Вот мы видели, когда была инициатива к Сенату обращения, и буквально там она набирает сторонников буквально по минутам, очень много. Поэтому видно, что очень много российских граждан этот ответ ущемил на самом деле. Поэтому говорить о том, что это было принято в интересах государства, очень трудно, я думаю. А Грузии как обстоит дело с усыновлением и работа с двухуровневой системой? Да, ну вы знаете, Грузия абсолютно та же самая система, которая работает в целом мире. Это, конечно, трудный процесс очень, исходя из понятной проблемы общей нации, общей, как бы мировой, чтобы не было, не смогли использовать люди это для продажи органов и так далее. Есть много барьеров, но в конце концов этот процесс, то есть это незапрещенный процесс, и он пройдя все эти, как бы, фазы, которые существуют в мировом порядке в этой сфере, это усыновление возможно. Вы нам даете интервью на русском языке, а большинство работников, органов власти, государственных органов отказываются говорить по-русски и дают интервью только на грузинском языке, при том, что мы его не понимаем, потом перевод будем делать отдельно. Отдельно. Вот такое отношение, это может быть обусловлено какими-то государственными интересами, или это именно к русскому языку такое вот? Знаете, само собой я ничего плохого не вижу в том, чтобы чиновники выступали на собственном языке, это потом переводилось, это нормально абсолютно, я думаю, с одной стороны. Но тут немножко вызывает улыбку то, что там было тоже очень странно, что русский олигарх, который пришел во власть в Грузии, он не знает русского языка, то есть он с трудом разговаривает на русском. Очень трудно понять, как он смог сделать такие большие деньги в России, не зная русского по-человечески. Ну, вот такое было время тогда в России, что даже не зная русского, и я думаю, что имея не очень серьезный талант в бизнесе и менеджерских качеств, тоже не очень много имея, но имея определенные навыки, не в лучшем направлении, можно было бы себе создать вот такой большой капитал тогда в России. С другой стороны, ну, еще раз говорю, то есть это дело выбора, а у нас во время нашей власти так не было директивы, чтобы обязательно говорить или на грузинском, или на русском, но, ну, с другой стороны, много людей в Грузии, которые сейчас особенно, которые не очень хорошо владеют русским языком, им в отличие от него не шли, это понятно, потому что они не росли, не работали в России, они жили в Грузии, где как бы из-за этих эмбарго, из-за этих похолодания отношений русский как-то более-менее русский язык начал уступать вместо другим международным языкам. Возможно, отмена виз со стороны России как-то послужит распространению русского языка, или как ездить, как бизнес свой налаживать, потому что по-английски сейчас в Грузии больше говорят, чем по-английски. Сейчас говорят больше людей, и я думаю, что все-таки в молодом поколении все-таки будет доминировать английский, конечно, несмотря на то, откроют или нет визовый режим упразднят или нет с Россией. Понимаете, это же зависит от того, насколько притягательна та или иная страна. То есть, конечно, это в первую очередь для получения образования, да, или для возможности продолжения работы и так далее. Конечно, по всем параметрам тут и Соединенные Штаты Америки, и Европа объединенная, конечно, более привлекает грузинскую молодежь, чем Россия со своими тяжелыми вещами, прямо скажем, да, и в политике, и в экономике и так далее. Я думаю, что если Россия станет сама на тот уровень, например, Евросоюза, конечно, и русский язык будет вытягиваться, они его будут опять с энтузиазмом изучать, потому что Россия ближе туда ехать, легче, если уезжает, и если там можно будет такое же равноценное образование получить, почему нет, наверное, больше людей поедет в Россию. А вот то же самое эмбарго ВИН против Молдавии было введено в связи с ситуацией в Приднестровье, и после того, как вот эту ситуацию урегулировали, отменили эмбарго, то есть экономические рычаги для того, чтобы изменить какое-то государственное устройство, насколько это приемлемо, и о вас ходят разговоры, что вы тоже участвовали в организации многих революций, переворотов. Успешные можете назвать результаты такой организации? Давайте в первую очередь скажем, что, конечно, самая неприемлемая путинская политика, это, конечно, изначально и до сих пор, и всегда, это применение экономических рычагов в политическом направлении и в давлении на соседей. Это однозначно совершенно, я думаю, это первое, что можно ему поставить в укор. Это всегда делалось и по всему СНГ делалось, и не только по СНГ, по Европе тоже, если честно говорить. Это неправильно, конечно. Что касается переворота революции и так далее, переворота не было на самом деле. Конечно, я много раз говорил, что мы накопили у себя опыт во время революции РУС, во время Матчарской революции. Мы сами со своей стороны тоже учились. Например, была такая хорошая организация белорусская оппозиционная «Зубр». Мы тогда учились от них. Был отпор сербский, от них тоже учились. И потом мы тоже передавали этот опыт. Я думаю, что тут все очень ясно. То есть нет никаких закулисных идей и подкопов и так далее. То есть, когда у тебя есть опыт, как сделать демократическую революцию. Мирную, абсолютно бескровную. Передавать этот опыт людям, которые борются за свою свободу, это абсолютно нормально. Я думаю, что тут нет ничего криминального. То есть, тут разговор о том, что как раз передача этого опыта помогает избежать очень часто как раз каравал их революции и нагнетания ситуации. Это чисто техника того, как нужно избегать прямых столкновений, как можно облегчать ситуацию, чтобы дело не дошло до чего-то более серьезного. Поэтому я думаю, что это наоборот очень даже такая добрая работа, я бы сказал. Успешными такие революции, конечно, была украинская революция, была успешная. Хотя изначально была нагрузена большим олигархическим прессом. Потому что, понимаете, Украина большая очень. И, например, митинг украинский, я не имею в виду, что там кого-то проплачивать технически, она стоит дорого. Просто вставание на Майдане, на Киеве, это дорого обходится. И поэтому, конечно, ее финансировали. Финансировали те люди, которые изначально ставили свои условия. Условия, которые эту свободу послереволюционную изначально уже ограничивали. И поэтому это все заглохло через какое-то время. Например, революция Росгрузинская, она практически ничего не стоила. Грузия маленькая страна, тут не так холодно. То есть технически это не так. Да, дождь был все время. Мы купили один большой целлофан, длинный, очень не накрыли все. Совет ничего не стоит, на самом деле. И энтузиазм был. Хотя на Украине тоже был очень серьезный энтузиазм. И эти люди заслужили, правда, тогда свою свободу. Бывали другие киргизские революции. Да, она была какая-то славая революция. То есть в том плане, что это была революция людей, которые элементарно кушать хотели. Просто настолько были бедны. И поэтому там практически политики не могли угнаться за процессом. То есть реально там народ все сделал. И они уже политики потом подошли к этой ситуации. И поэтому тогда все и развалилось опять при Бакееве, потому что не на идеях построено было. Хотя, с другой стороны, в конце концов, это дало какой-то росток, который вырастила Роза Утумбаева. В конце концов, сейчас в Киргизии есть абсолютно немножко даже странная, но очень красивая демократическая площадка, которая очень большая новость для Центральной Азии. И я думаю, что другие страны тоже как-то будут переймать, и киргизы тоже будут передавать этот опыт. Это абсолютно нормально. Они смогли, в конце концов, выйти на страну после Галажинской войны, после очень серьезного кризиса, очень быстро смогли выйти на страну на чисто демократическую площадку. И это, конечно, наверное, будет очень интересно другим центрально-азиатским странам. Поэтому еще раз говорю, вот это, чем можно заниматься. Мне не пришлось пока общаться с российскими оппозиционерами. Я это тоже много раз говорил. И, ну, я не вижу ничего плохого в том, чтобы это общение тоже было, например, да? Про фильм я могу сказать, кстати, сейчас как раз больше можно уже говорить, потому что Путин на своей пресс-конференции одной фразой разъяснил очень много вещей. Я думаю, что в первую очередь он слил конец НТВ и Live News, потому что сказал, что эта группа нечаянно оказалась в оперативно-контролируемой квартире. И это означает, что все эти сказки насчет каких-то странных грузиноязычных людей, которые передавали записи НТВ и Live News и так далее, это просто сказки. То есть Путин это проконстатировал. И это означает, что это его телевидение, его личное телевидение, то есть, ладно, его через оперативников. Значит, оперативники все-таки дают эти материалы этим СМИ, и это потом служит для того, чтобы возбуждать уголовные дела. И с другой стороны, он сказал, что я в этом фильме обучал людей, как делать теракты на территории Российской Федерации. Я, если честно, до того говорил, что я правда целиком не смотрел, потому что мне не нравится продукция НТВ. После этих слов Путина все-таки посмотрел целиком и очень хорошо увидел, что там про это говорит закадровый голос диктора про теракт. Что дает мне абсолютное право, я думаю, констатировать, что с личной подачей Путина там диктор это и говорит. То есть реально я могу говорить, что Сергей Удальцов заслужил самую высокую заинтересованность российских властей. И практически я уверен, что лично Путин редактировал всю эту передачу или весь этот материал, посвященный ему. Не знаю, поздравлять с этим Сергеем Удальцовым или нет. Мне еще раз говорю, что я уверен, что вся эта цепочка закончится его арестом, и мне это очень жаль. И как я попал в это, ну я думаю, что если еще раз посмотреть этот материал, там понятно, что там набросано всего, что может очернить сегодня российского политика. То есть там и американцы, там и какие-то личные враги Путина, убежавшие в Лондон, там Березовский звучит иногда. То есть и грузины, конечно, не странно, потому что последние несколько лет все вопросы говорят после войны, что для российских граждан, для большинства, к сожалению, Грузия является номер один вражеским государством. Поэтому, конечно, привезать Удальцова к грузинам, это очень круто, для того, чтобы вы потом арестовываете. Ну, опять же, искусственно созданное отношение, которое создаются сверху, как вы говорили о том, что революции, они же создаются снизу, когда верхи не могут управлять по-старому, они не хотят жить по-старому. Вот такая революционная ситуация, как вы считаете, может сложиться в каких-то республиках, в той же самой Белоруссии, в той же самой России в ближайшее время, или в благополучном Казахстане, где все медиа государственные говорят, что это прекрасная страна. Знаете, во многих постсаветских странах, можно, наверное, пример брать и Белоруссию, да, как раз российская угроза и противостоит этим революционным настроениям, потому что, в конце концов, получается, что ситуация стоит перед выбором, или ты начинаешь революцию, но в такой рассчатанной ситуации у России взять под себя всю страну гораздо больше шансов, или ты, как бы, все-таки поддерживаешь имеющуюся власть для того, чтобы сохранить свою родину. И во многом в Белоруссии это вот именно такая ситуация есть, то есть, и чем больше набирает Россия, тем больше шансов править дольше у Лукашенко, конечно. А с другой стороны, конечно, в Центральной Азии все-таки приходит пара перемен, потому что просто возраст у людей, правящих этими странами, очень критически, практически во всех этих странах. Поэтому, как там будут проходить перемены, очень интересно, конечно, с одной стороны, и я очень надеюсь, что, опять же, там будут люди, которые будут перенимать киргизский опыт для того, чтобы вот эта неминуемая смена власти как раз не вылилась в насилие, не вылилась в какое-то кровопролитие, чтобы люди научились сменять эту власть мирным путем, как это делалось в Грузии, на Украине и так далее. У вас огромный опыт правительства Михаила Саакашвили в искоренении такой болезни, как коррупция. То есть мы даже сами за эту неделю здесь убедились, что действительно каишники взятых не берут и так далее. А в России сейчас начались коррупционные скандалы. Опять же, по мнению многих, это всего лишь внутрисемейные, какие-то рекламные разборки. На ваш взгляд, что нужно сделать? Каков этот рецепт лечения от коррупции и способны ли России вылечиться? Вот, кстати, я увидел репортаж ОРТ, когда милицию переименовали в полицию. Вот это был первый день. И на полотцу построил майор был, по-моему, личный состав выступил с такой речью, что вот с сегодняшнего дня все изменилось, как бы, и вот все плохое оставляем в прошлом, все, что было хорошее, берем с собой и пошли дальше. Конечно, так ничего не возможно сделать, потому что тот же самый личный состав, тот же самый майор, и ничего же не изменилось, на самом деле, кроме имени. Была такая ситуация, один раз я вспомнил, приезжал из России человек, который, как бы, ну, сказал, что он из властных структур, он хочет изучить наш опыт. И он пожелал остаться две недели, чтобы хорошо понять, в чем состоит суть этих изменений. И было очень интересно, что через день он опять появился и сказал, что, в принципе, он все понял, и что он уезжает обратно в Россию. И когда мы спросили, что, ну, как так получилось, то есть, может, кто-то его чем-то обидел, что он так быстро уезжает. Нет, он сказал, что я все посмотрел и понял, что, в принципе, а что, тут нужна только воля, да, 5 человек в данной сессии сказать, что все, больше взяток не берем. На самом деле это есть. Ну, знаете, так, как строить саму систему, такого единого рецепта не существует. То есть, если есть воля к тому, чтобы коррупцию задушить, система уже самостроится как-то. Ты сам видишь по мере продвижения, что еще надо сделать. Тот что-то продолжит, тут что-то закончит, что-то урезать, что-то наоборот. Ну, само собой, я уверен, что в России тоже так нужно делать. То есть, если прямо перенимать грузинский опыт, наверное, не получится. Какие-то фрагменты, наверное, получится, но какие-то фрагменты уже надо по-российскому делать. Ну, конечно, если есть воля, коррупцию нужно задушить и в России, и везде. Размер не имеет значения в этом плане. И последний вопрос. На Сочинскую Олимпиаду Россия затратила рекордную сумму в 45 миллиардов долларов. Пока еще полтора года, неизвестно, сколько еще потратят. Грузия, участие Грузии было под вопросом, но, правда, господин, вы решили заявлять, что будет участвовать теперь точно. И насколько участие Грузии поможет России по-другому взглянуть на организацию спортивного мира, на ту же самую борьбу с коррупцией, на отмену виз. И это же место особое, Красная Поляна, да, для Грузии. Это место, где были репрессированы народы, черкесский народ. Здесь извинения, которые Канада принесла в дни Ванкурсской Олимпиады индейцам. И, возможно, здесь Россия какие-то шаги предпримет. Насколько это послужит сближением Грузии с Россией? По порядку отвечу. В первую очередь, Иваничвили должен понять, что он пока не может выполнить те обещания, которые давал во время предвыборной гонки. Поэтому обещать сейчас что-то на 2014 год с его стороны просто наглость, я думаю. Поэтому до 2014 года мы все должны вместе дойти и потом уже решать, кто едет на Олимпиаду и кто не едет. Например, в наше время, когда мы говорили, что, наверное, все это Грузия туда не поедет, это не было просто так, чтобы кого-то разозлить. Это имело под собой, конечно, очень веские основания. В первую очередь, это, конечно, вопрос об Абхазии и об Южной Осетии. Это вопрос военный, конечно. И это вопрос в том числе, да, конечно, и черкезов. Кстати, я совершенно не ожидаю, что будут какие-то извинения черкезам. Хотя мы приняли, например, акт признания геноцида черкезов и предлагали то же самое сделать России. Россия до сих пор этого не сделала. Убыхи, то есть Красная Поляна, это на самом деле, где жили Убыхи и Убыхов больше нет. Их истребили целиком. И Красная, она и была из-за крови Убыхова, на самом деле. Многие думают, что это просто красивое место. На самом деле это было залито всю кровью Убыхова. И, конечно, цинично было там делать Олимпиаду. Конечно. Конечно, цинично было, например, только потратить на Олимпиаду и на построение Сочи очень понятно, наверное, сколько из этих денег ушло в карманы. И ничего не дать в том же районе, в самом пострадавшем от наводнения. Это все настолько цинично, что если говорить прямо, совершенно, конечно, не хочется туда ехать. Потому что это все на крови, на цинизме, на ненубви даже к своему собственному народу. Поэтому, с другой стороны, конечно, есть политика, есть еще и спортивные идеалы. Наверное, это надо все посмотреть уже ближе к 2014 году. Будет более ясно. С таким разгоном, как ему он работает сейчас, может, я думаю. А вот эти аресты, которые сейчас прошли... Этим мы как раз растянули время для того, чтобы его не призвали к тому, что вы все-таки выполнили эти обещания. Обе вещи равносильные, я думаю. Это человек к нему равносильный, конечно, психический. И поэтому он как бы и прокол отвечает. Вот вы что-то меня критикуют, а я вас арестовываю. Он практически это изложил в прямом эфире. То есть он сказал, что вы должны изменить риторику, и тогда очереди у прокуратуры уменьшится. Прямо так и сказал. А если... 180 человек. Ну это же, во-первых, всем понятно, что нереально. По-моему, в Белоруссии там 18 человек. Как может быть здесь 180? Ну это, конечно, бьет у Абхазии. Абхазия и Южно-Ассетия остались в состав Грузии? Это же какая-то химера, понимаете. Они же... Они говорят, что вот мы должны общаться теснее с Абхазами и с Ассетином. А как теснее общаться? Потому что если ты привозишь кого-то сюда, он возвращается туда, а российские войны его убивают. Или сожгут ему дом. Или что-то. Теснее просто физически не получается. То есть мы-то что, мы всегда хотели этого тесного вообще не получать. Как можно вообще что-то предлагать, когда там не существует Абхазская или Ассетинской воли вообще сейчас? То есть Абхазы и Ассетины сами сейчас находятся под такой же оккупацией, как и грузины, проживающие там. То есть там диктуют все российские войска. То есть разговаривать тогда надо с российскими властями. Российские власти прямо говорили, что никакой конфедерации никакой конфедерации. Это независимое государство и все. Понимаете, плохие, намеренные, а не хорошие. Но мы прошли через все это уже очень много раз. Когда еще не было объявленной независимости, признанной независимости, тогда было невозможно даже наладить вот такие контакты. А сейчас и подавно, конечно. Наверное, где-то 1070. Мангарин и туризм? Ну, туризм, ну, очень серьезный туризм. Конечно, туризм. Ну или но? Много чемнее в году, чем на Лазурном побережье во Франции. То есть там абсолютно климат. Ну, Аджария, да, очень красивая тоже. Мы с руководителем нашей делегации говорим, что надо в Аджарию ехать. Пока перед открытием сезона, это конец мая, да? Начало июня. Ну, июня, наверное. И там были темпы ошеломляющие, правда. Сейчас не знаю, насколько это будет положиться. Он должен был избраться в премьер-министры? Да нет, мы, кстати... На осенних выборах? Да нет. Этот вопрос вообще был нелишен и мы не собрались. Победа оппозиции, как считаете, чем обусловлено? Много чего, наверное. Ну, конечно, и ошибки. И то, что мы делали очень жесткие реформы, ну, это всегда. Это было много, но промежуток все-таки не было много. Вообще у каких-то вот премьер-министры было меньше. Это тоже... Продолжение следует...